Уважаемые крестьянки и крестьяне, уважаемые делегаты съезда, уважаемые гости, позади год, один из самых трудных за последние десятилетия. Экономика, вся страна проходили испытания на прочность. Свою задачу мы видим в том, чтобы реагировать на вызовы времени, готовить продолжение исходя из интересов крестьян, из наших национальных интересов. Главный итог года в том, что несмотря на трудности, несмотря на пандемию, фермерский сектор продолжал расти и увеличивать свой вклад в продовольственное обеспечение страны. Даже в это сложное время фермеры демонстрируют устойчивость, надежность, эффективность. Доля производства малой продукции малых форм хозяйственных составляет сегодня под 55% всего производства. Вместе с маленькими семейными фермерами, лично-подсобными хозяйствами, фермерскими хозяйствами, микропредприятиями и малыми сихозпредприятиями. Посевные площади – это очень важный аргумент, который подтверждает устойчивость фермерских хозяйств. Посмотрите, пожалуйста, площадь посевов у фермера выросла до 25 миллионов гектаров. Это очень стратегический показатель. Он говорит о том, какой мощный потенциал накоплен российским фермерам. Это показатель его силы и конкурентоспособности. Это важный ресурс дальнейшего развития фермерского сектора. Это лучшее, самоубедительное доказательство того, что фермерский класс состоялся, и что он есть, и что он будет. Чего бы они говорили разного раза, скептики, консерваторы. 25 миллионов гектаров. Посмотрите, в целом в Российской Федерации посевная площадь около 80 миллионов гектаров. А за последние 10 лет, начиная с 2010 года, ежегодно, взяли специально такой большой отрезок, чтобы показать динамику, ежегодно фермерские посевные площади увеличиваются почти на 1 миллион гектар. В среднем на 1 миллион гектар. Точная цифра 937 тысяч гектар. Это накладка мощная основа для того, чтобы фермерство состоялось, и оно также развивалось. Это очень важный показатель того, что сегодня представляет собой фермеры. В какой динамике они находятся, в каком движении. Это сила державы нашей. И это видно также на слайдах следующих, которые связаны с показателями валового сбора жерновых. Почти 40 миллионов жерна произвели. Около 30% всего урожая фермеры произвели. А если взять малой формы хозяйственной, мы так все время будем говорить, то уже зерна около 55% производится в стране. По подсолнечнику 35% фермеры, а в целом 66,5%. То есть 2,3% урожая подсолнечника в Российской Федерации производят малые формы хозяйственной. По овощам в 2020 году снова увеличили объем и долю производства. Фактически в ценах по растеневодству динамика за последние 5 лет 4,3 раза выше у фермерских хозяйств, среднестей с хозяйственной организаций. И, походя в целом, и телеску нашу, мы должны отметить, что крупные и среднестей с хозяйственной организацией нарастили производство на 65%, а фермер на 232%. Уважаемые коллеги, конечно, это результат совместной работы фермеров, которые сегодня являются не только производителями, но и имеют большое значение в работе по устройству сел, хуторов и станиц, которые они живут и работают. И мы должны отметить, уважаемые делегаты, что успехи фермеров, достижения фермеров, малых форм хозяйствования – это результат их труда, но это и результат поддержки со стороны государства, со стороны реализации государственной программы Российской Федерации, тех мер, которые мы ощущаем в своей работе. И мы отмечаем и говорим с благодарностью, что... И мы должны отметить, уважаемые делегаты, что успехи фермеров, достижения фермеров. И уважаемые коллеги, мы, конечно, благодарны за несменную поддержку в первую очередь со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина, благодаря его курсу на приоритетное развитие сельского хозяйства. Государство, говорит президент, будет существенно наращивать поддержку фермерства, способствовать повышению конкурентоспособности, продвижения наиболее эффективных форм всесхозяйственных операций. Представьте правительство, еще раз благодарны за поддержку, которые сегодня такие добрые слова мы слышали в адрес съезда. Это тоже поддержка, это тоже знак того, что представитель правительства Михаил Владимирович Мишустин поддерживает малые формы хозяйственной, и он конкретно говорит о том, что одним из приоритетов государственной политики является внимание к развитию фермерства, созданию благоприятных условий жизни на селе. По его словам, государственное необходимо и далее совершенствовать институты государственной поддержки, аграрив снижать барьеры. И, конечно, сказал представитель правительства, это очень важно, деятельность должна вестись при непосредственном участии, а пор, организации, которая лучше других знает о проблемах и пожеланиях фермерства. Уважаемые коллеги, фермеры чувствуют и получают постоянную поддержку от нашей правящей партии, от Единой России. На расширенном заседании Совета, Общественного Совета партийного проекта Российское Село 19 ноября, председатель Единой России Дмитрий Анатольевич Медведев в ответ на наше обращение на решение прошлого съезда аккорд дал ряд важнейших поручений, которые касаются поддержки фермеров и малых предпринимателей. Среди них установление обязательной доли господдержки для малых форм хозяйства. Объявление мораторий на разработку новых инструкций и норматив, которые усилят административное давление. Следующий, заявительный характер проверок контролирующими органами. Принципиальный вопрос. Также отмена экологических экспертиз и при построении ферм менее 100 голов и упрощение процедур на строительство объектов. Секретарь Генерального Совета партии Андрей Анатольевич Курчак, который нас поддерживает во многих вопросах, уже расписал эти поручения по конкретным исполнителям и вместе с заместителем, старе Генерального Совета Дмитрием Николаевичем Абылкиным, который присутствует на нашем съезде, вместе с правительством, министерством сельского хозяйства, конечно же, работаем над выполнением этих поручений. В Государственной Думе, в первую очередь, работаем с фракцией Единой России. Взоряем твердой поддержки, резонная инициатива АКОР и принят закон по крестьянско-фермерским хозяйствам, статус юридического лица. В стране насчитывается 12 600 таких хозяйств. Многие из них первооткрыватели. Они начали фермерское хозяйство 30 лет назад и составляют их сегодня в костях нашего движения. Данный закон отменил необходимость их перегистрации, статус юридического лица стал бессрочный, теперь фермеры могут спокойно работать. Спасибо, это правильный аплодисмент, уважаемые коллеги, потому что это закон, который мы много раз пытались решить кардинально. Я должен отметить слаженную работу нашей всей дружной команды АКОР и поддержку фракций России. И очень хочется отдельно поблагодарить Министерство Северского хозяйства, нашего министра Дмитрия Николаевича Патрушева, статус секретаря заместителя министра Ивановича Лебедева, которые принимали очень важное участие, чтобы этот закон был принят в Государственной Думе и который мы так сильно поддержим. Давай поблагодарим всех, кто помогал. В первом чтении геногласно принят закон, который дает право строить дом на своем земельном участке для фермера. И среди авторов этой поправки стал руководитель фракции Еген-Россия, Сергей Иванович Неверов, который всегда нас тоже поддерживает. И очень важно, что мы вместе с Министерством Северского хозяйства, с его руководителем Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Вопросы связаны законодательством, другими заместительным министром. И Иван Вячеславовичем Лебедем, старым уже говорил, и Сахсана Николаевна Улут, заместительным министра Северского хозяйства, который присутствует на съезде, Максим Ощем Уайдовым, Грина Владимировна Фастер, которая вчера присутствует на съезде, выступала здесь, вместе с руководителями департаментов Минсельхоза, вместе в диалоге, дискуссиях, заинтересованное обсуждение, все эти вопросы вместе обсуждаем, принимаем. Это очень важный знак для того, чтобы решить те вопросы, которые мы на связи решаем, и которых самозвездить ставим. Спасибо, уважаемые коллеги, за совместную работу. Уважаемые коллеги, поздравляю итоги прошлого года, особо хочется отметить, мы говорим о вкладе наших федеральных руководителей, руководителей страны, очень большая роль региональных организаций, региональных руководителей. Нам приятно, что на съезде присутствует большинство руководителей аграрных отраслей, заместителей губернаторов по сельскому хозяйству, министров сельского хозяйства регионов. Это очень важный ресурс наш, это очень важная командная работа, которая обвиняет всех фермеров снизу. Вся вертикаль аграрной нашей отрасли, которая возвышается на министры сельского хозяйства, сегодня Дмитрий Николаевич Патров, который мы авторитетного руководителя уважаем, и поддерживаем тех руководителей, которые сегодня очень активно помогают в регионах, помогают в фермерском движении. Я хотел бы на съезде назвать руководителей и ассоциаций, которые наиболее динамично развиваются и имеют весомые показатели в нашей совместной работе. И первым хотел бы назвать республику Татарстан, президента главы республики Рустама Нургалевича Мениханова, заместителя, премьер-министра министра сельского хозяйства Зеварова Марат Азатовича, и президента ассоциации Кавияр Межридовича Байтимирова. Также хотел отметить Краснодарский край, губернатора Краснодарского края Венина Ивановича Кондратьева, заместителя губернатора Тарукова Андрея Николаевича, министра Федора Ивановича Дорекко, который присутствует тоже в съезде, руководитель ассоциации фермеров Кубани Александр Владимировича Шипулина. Дорогие специалисты советов. Кубанская организация одна из самых начисленных, развитая. Я уверен, что эстафету, которую передала Виктор Ивановича Кубанской фермеры Александру Владимировича Шипулину будет также в совместной работе продолжена и успехи будут дальше в совместной работе. Ассоциацию крестьянской фермеры хозяйств Волгоградской области губернатор Андрей Иванович Бочаров, заместитель губернатора по сельскому хозяйству Иванов Васильевич, делегат на отрасль съезда, представитель ассоциации Владимир Иванович Штрук, также Оренбургскую область губернатора Дениса Владимировича Паслера, министра Балыкина Сергея Викторовича, он присутствует здесь, в фермерах долгих, представитель ассоциации Александра Ивановича Хижника, ассоциацию Якутии, главу республики АСН Сергеевича Николаева, заместитель представителя правительства Михаила Викторовича Никифорова, министра сельскохозяйства Александра Павловича Атласова и руководитель ассоциации нашей Александра Ивановича Архивьева. Ассоциацию из Северной Осетии, глава республики Вячеслав Зелимханович Бетаров, министр сельскохозяйства Вазиев Казбек Татразович и председатель ассоциации Игоря Вячеславовича Казаева. Спасибо, уважаемые коллеги. Благодарность руководителям за совместную работу – это дорого стоит. Мы это ценим, видим и говорим, что все остальные регионы равнялись на наших руководителей субъектов. Уважаемые коллеги, вчера мы провели очень большую конструктивную работу, большую дискуссию и обсуждали те знаковые, важные для фирмы вопросы. Само Хижевич, я не вступительным словом, об этом говорил. Это хорошая традиция, это правильная традиция. Любой фирмен Российской Федерации, любой, кто приехал на съезд, имеет возможность задать руководителям нашей отрасли любой вопрос, который его тревозит. Без всяких ограничений, выходит человек и спрашивает руководителей. Руководителей Министерства сельского хозяйства, мы благодарны Дмитрию Николаевичу Патрусу, всей команде, кто организовал нам такую возможность вчера, и задают вопросы. Это очень важно. Рукотимбанка, Борис Палыч присутствует здесь, Ирина Викторовна, и Владимир вчера отвечал на все вопросы. Уходим на вопросы гран-лизинга, любым министерством вчера, культивизационного сбора, которых много вопросов, выступал в начале департамента, который отвечал на Мина Владимировна. это славные традиции наше завоевание и мы благодарны такую возможность только в таком процессе можно найти правильное решение это посоветовались обменяясь мнениями где-то поспорили но здесь тот самый процесс ресурс который нас укрепляет делать уважение к фермеру открытость открытый диалог я думаю что в это цене благодаря всем участникам за то чтобы такие возможности у нас есть какие наиболее острые вопросы фермер без приклада говорят о том что о чем душа болит о чем думают односельчане какие-то соседи которые когда в москву не приедут но они живут наших территориях они растят хлеб они воспитывают детей и вы приезжайте сюда и вместе таком контакте мы обсуждаем вопрос ну а просто бывает от души эмоционально но это надо делать на потому что когда власть слышит людей и когда люди чувствуют поддержку власти чувствуют нас ответственность это важное для государства российского процесса про зафермер и сияния на земле с глухой деревне тот скажет но это и есть россии и уважение к тем людям кто приезжает сюда в москву и иметь возможность это делать это дорого стоит это заводина содержала который культивирует постоянно в этом этот президент нашей страны и мы в таких дискуссиях вместе с руководством страны вырабатываем решение по государственной поддержке который волнует людей по ценообразованию по земле по кадрам которые сегодня есть по государственным поддержки очень много вчера говорили принять решение о том чтобы малым форум хозяйственных давать на это на поддержку это мы просили ответ лишь руководить министерство но вчера понимаем слуга пробуксовок в этом вопросе сколько нерешенных вопросов этом деле и вы откровенно об этом говорит какая задача фермеров что мы предлагаем все сделать для того чтобы максимально обеспечить людям поддержку в каждом хозяйстве чтобы максимально сняли те ограничения которые все не мешают и каждый человек нужно получить эту позитивную поддержку и всяких лишних ограничений и вторая задача чтобы это поддержка была существенная самара сито стимулировала размер поддержки влече это наша совместная работа мы будем вместе все делать внести с нас есть хозяйца вчера из обладки сервис или владела подчеркивали что от раз совместная работа будем все хватит механизма далее что касается поддержки на молоко в субсидии молоко сегодня небольшое количество фера получает от поддержки нам отвечаем позитивную тенденцию последствий с прошлым годом увеличенное количество фермеров которые получают эту поддержку на две семьдесят тысяч частые шестьдесятых тысячи задач каждый получал и в этом направлении идти что касается грантов мы тоже много говорили про это наша это дело очень хорошее востребованное дело привыкли к тому чтобы комиссии коллеги ладно руководители отрасли в регионах куда хоть аккорд большинстве регионов а где-то в регионах руководители уже дали возможность как ульяновский на руку этой ассоциации стресса француз возглавляет эту комиссию ему доверяя он сфере на решаем году сегодня дать кому завтра как работает это что за чешат и добрый пример для других регионов работа в таком направлении что ферме там но уделить эти ресурсы отвечает за то что кому-ка сам не было это нас и разумение и мы говорим о том что надо менять формы поддержки сегодня вчера это говорили что у нас привыкли к начинающим ферме по другому придумали ну зачем меняем арастал так придумали ну какая разница или новый вид поддержки на придуман агропрогресс да еще фермеров исключили с этого процесса просто нельзя делать такая малая поддержка без фермеров кто это делает зачем отруже и вчера мы об этом говорили открыто для того чтобы мы дальше уверенного ли двигаться в направлении когда максимально даем возможность малым хозяйством растерзиваться видим такой рост какая задача сегодня наш принципиально пересмотреть объемы государственной поддержки которые стояются в стране об этом как раз его рафанач говорил наступающий наш уважаемый коллега сенатор об этом и ученые я давно такой если саму сперва слышал татарстане провели научно-фактической перенции наши академики начали в этом вы чем смысл сегодня государство сделало большое дело и позволить он и этому когда деньги давали в крупным хозяйством крупным хозяйством надо нарастить было товарную продукцию и задать что в основном то решено мы выходе выше уже на экспорт увеличим и акцентный потенциал это тоже завоевание и мой странный 30 миллиардов долларов реализовались с хозяйственной продукции но мы видим чтобы нарастить дальше чтобы эффективность от каждого рубля чтобы в регионы больше пошло это связано с малым хозяйством так весь мир построен поддержку во всем мире и мы должны сделать правильное движение чтобы большая часть поддержки об этом говорили сегодня пошла малым форумом хозяйствами большая часть поддержки тех же на ходу тут на хозяйство они будут годным клиентам пользоваться как они пользуются сегодня другими людьми но большую часть поддержки и направить надо на малые формы хозяйстве будет толку больше и государство будет больше уважаемые друзья когда мы говорили про поддержку мы говорили годные кредиты доля первичных хозяйств которые получают годный кредит еще небольшая небольшая но нас радует то что мы сегодня решаем эти вопросы вместе с российской с банком и в этом движении имеем успехи россии вас банк нам дают лучшие продукты лучшие возможности снимая барьеры сроки рассмотрения кучу документов все меньше меньше наставляем это очень важная тенденция и мы отвечаем что благодаря нашему сотрудничеству с российской с банком двадцатом году число регионов увеличилось количество выданных кредитов и сумма выданных кредитов увеличилась которая получает грязанское фермерское хозяйство идет освоение новых направлений банк принял решение давать и соль и кредиты ведется разработка социальной программы по продвижению фермерской продукции разрабатывается экосистема для фермеров и широкий свет спектр не банковских услуг вчера об этом очень подробно детально рассказывала им ирина владимировна и мы с удовольствием как это воспринимается да как активные участники до процесса все это очень востребовано и мы давайте или наша съезда особой слова признательность скажем председатель управления россии кузбанка борис павловичу листову который вместе с нами команде руководители филиалов которые сегодня присутствуют на съезде кто-то занимается делегатом съезд но когда-то это было фермеры российской федерации региона включает состав делегации руководителей филиалов до много вопросов домой критики но сердечко вере и ответственность что вместе на эти вопросы и банк является надежным партнером благодарим за сотрудничество еще раз спасибо уважаемый делегат устойчиво взливается наша сотрудница сос агролизингом мы реализуем специальную программу обеспечению техникой членов аккорд на годных условиях прошлом году поставки значительно увеличились выполнены заявки на 2 миллиарда рублей поставлено угол тысячи единиц сельхозтехники и на этот год нам уже открыли лимит на два с половиной миллиарда рублей важно что программа присматривает лучшие условия для сера факор а в период пандемии была доставлена срочка по платежам в течение 12 месяцев это огромное спасибо за это когда трудное время рост организм проливал руку помощи для крестьян введена услуга раннего бронирования тем кто заключил договор в декабре цены на технику фиксируется и поставки идут по декабрьским ценам а как фирм быстро регирует пункта на совете и на директор вы что в декабре заключаем договор обещаю заключен соглашение что цели увеличиваться не будет сразу склал заявок фирмы быстро регирует и очень важно это главное что просто родители хорошо понимают фермеров стремятся у всех их интересы улучшить существующие процессы и фермерского фермеры отвлекаются на такие инициативы мы благодарны генеральному директору паузу и всему коллективу за такую поддержку и неделю назад у нас отмечать свои двадцатилетия давайте еще раз поздравим наших коллег спасибо большое уважаемые коллеги мы говорим когда о малой продукции сельсового хозяйства еще раз подчеркнул что это результат совместной работы и мы должны очень все делать бережно для того чтобы наращивать возможности реализации возможности фермеров мы обсуждали все вопросы ценообразования сегодня когда ваш вопрос для страны и президент обратил внимание и может еще сделать для того чтобы была справедливость по распределению всей продовольственной цепочки от производителя до торговых сетей в этом процессе в этом процессе мы должны бежать первое звено она самая главная звеносик будет производитель потому что цена поднялась на полке и все же тушки вот производитель виноват крестьяне виноват о всем крестьяне виноват что он можно легко проверить что он произвел продукцию по 7 рублей морковку отдал торговой сети упаковал уже и даже пирочку торговой сети наклеил а цена на полке получите 7 рублей а 20 такие же факты есть накладную привозят вчера его иван составу на другую параметру морковку же в этом году это было в октябре а в этом году мой морковку упаковывать 25 рублей на полку положили 50 рублей два раза сто процентов мы понимаем что торговый сеть даже зарабатывать это наши партнеры но на этом пути еще много нам совместно на сделать чтобы его меньше было штрафов меньше других наказаний для сельхозпроизводителя и наша задача создавать условия для фермеров и все равно любой в этом в любом процессе сообразования не забывать мы все зависим от того чтобы было что делить чтобы вас на полку ставить это заслуга фермеров и мы должны как бы этим дорожить и развивать а иногда так стать вопрос что цена на хлеб поменялась и на макароны но лица не фильмы же устанавливать цены цена на землю 15 рублей мы что хотим чтобы фирма когда предлагает ему по 15 рублей говорил нет нет не надо не 15 рублей давайте куплю вас возьмите меня по 12 рублей а то вдруг цена на хлеб подорожать также не бывает и ферме естественно стремится продать дороже но отлично понимает ферме государственный человек вот с многим отмечаемся они отлично мы достаться зарабатываем и мы добром для тому что цена так пошла и даже больше нам не надо и понимаешь что в этой ситуации когда новое правило регулирование государства будет а как по-другому мы это тоже понимаем поддерживаем просто наши бы было все предсказуемо понятно чтобы эти цепочки не разрушить доходность фермеров потом не надо животного стоит забывать потребитель тоже не может покупать дорогой хлеб по той цене которая есть у нас если мы будет поднимем цены на хлеб соответствии с мировыми ценами все согласно тоже регулирует должны вы делать и государство правильно делает но важно чтобы объяснять людям покажут люди сегодня и пострадали и не шарах из красной сторону то сеть одно то второе то сократить производство площадей некоторые крупные компании вчера об этом говорили уже на всю страну заявлять мы будем сокращать производство площади спасибо ферме так не думает они ответственные люди и понимают что надо это делать по государственному с учетом национальных интересов всех жителей если мы будем чувствовать власть никогда не будет обижать фермера в любом случае поможет и это будет надежная основа воспринимать новое введение которое есть уважаемые коллеги по земле много вопросов по земле страна большая краснодар ставропольский край вещью там одни процессы идут суды идут даже отъем не справедливо идет что мы не должны допустить а есть другая часть россии нечерноземность россии где разрабатываются программа целая государственная увлечение в оборот неиспользованной земли развития миниорации и мы здесь на съезде и говорим подчеркиваю что этот процесс невозможен без того чтобы участвовали в местное население из того чтобы фермерский сектор там был главным фермер главным он самый заинтересован человек вводить в оборот чтобы земля рожала чтобы рожая были если вокруг фермера построен эту программу того человека который главный поставим во главе программы заинтересуем его ему будет помогать во все быть нормально а если мы им жать какие-то непонятных инвесторов туда ничего не получится ничего жизнь доказала местных фермеров надо насажать помогать им отнять оперативы тогда будет дело и земля которая является мощным ресурсом для дальнейшего развития заработает спасибо большое мы сейчас говорили также два слова скажем я лично подсобной хозяйстве сегодня конечно надо наводить порядок этом вопросе сегодня из-за давления административного что тысяч фермер ушло в опуху но неправильный процесс фермерское хозяйство сегодня это цивилизованным участникам рынка спокойно отчитываются спокойно платят налоги и чувствуется нормально в личных подсобных хозяйствах куда-то мы до пытаемся уйти это время процесс на различные подсобные хозяйственные должного непорядок в каком смысле ничего не трогать ничего не давить надо просто предлагать фермерам это ну и фермерам участникам личных подворье 2 и 50 товарных личных подворье и признать условия что они добровольно переходили все словами семейных лет и крестьянского типа это очень важный процесс я думаю что это впереди наша работа мы фермер вместе с ними живем фермер помогать и все нам за надходами пашут огороды и все вместе делают это тоже большой резерв и грамм разворот государственной поддержки наш личное подворье это тоже резерв включение производства продовольствия стране и очень важный фактор в укреплении социальных условий жизни начали уважаемые коллеги два слова скажу о том чтобы решить наши кадры вопросы когда сегодня топ населений мы хотим чтобы специалисты ехали мы хотим чтобы молодежь оставалась мы хотели чтобы старики нас и чувствовали спокойно конечно государство очень важное решение государственная комплексная программа развитие сельских территорий эта программа идет покажутся хорошие результаты люди активно участвуют фирме это что финансирует по направлениям данной сельской дороге новой школы дома культуры фабы это программа предусматривать и работает и спасибо вам что вы участвуете в этом деле министерство сельского хозяйства аккумулирует все вопросы принимайте проекты по самым важным направлением и все вместе участвуем мы стараемся на самом высоком уровне убедить все что на реально финансируя наполняет эту программу отработали механизмы поддерживают программы будем просить дальше чтобы все вместе и наполняли и участвовать реальный участок наших нашей работы получения условий жизни себе уважаемые коллеги народная мудрость гласит нет лучшего цветка чем пшеничный голос нет лучшего сада чем пшеничное поле нет лучшего аромата чем аромат свежеиспеченного хлеба только крестьяне может полной мере постичь эту глубину всю правоту всю красоту это народной мудрости в ней заключенный смысл жизни и высокое земное предназначение крестьянина сделайте все для того чтобы труд на земле носил ему достаток и радость а россии нашей россии изобилие продуктов силу и процветание